Друзья мои, всем привет! Это канал Обзор Терапия. И сегодня у нас на распаковке вот такой вот мешок. Многие из подписчиков уже говорили, что звук оставляет желать лучшего. И на самом деле, друзья, я согласен. Звук у меня то больше слева, то больше справа. И я прислушался к вам и заказал себе микрофон. Здесь должно быть два микрофона и какой-то подарок. Давайте, друзья, распакуем, посмотрим его поближе и сделаем небольшой обзор. Поехали! Я очень долго выбирал его. И на самом деле, по соотношению цена-качество, этот микрофон должен быть самым лучшим. Так, и что у нас здесь положили? Вот так это все запаковано. Помят немного. Здесь в мешке еще что-то есть. И это у нас, я думаю, это какая-то подставка для телефона. Так, это как-то ставится так. И вот так. И сюда можно ставить телефон. Так, ну хорошо, но это вещица реально дешевая. Ну, пускай положили, тоже неплохо. Хотя, в принципе, она мне и особо не нужна. Так, здесь у нас, друзья, два микрофона, две коробки. Одна помята, смотрите. Это не страшно. Вторая коробка в полном порядке. Вместе с микрофонами дали вот такие вот два подарочка. Здесь у нас вот такая вот тренога. Так, и в пакете к ним дали вот такие вот хваталки для телефона. Для бесплатного подарка очень даже ничего. Коробочки от них прилично помялись, но это не важно. Так, и давайте перейдем к микрофонам. Один отложим. Так, это модель Boya BY-M1. Я смотрел очень много отзывов и обзоров по этому микрофону. И большинство людей его хвалили. Он недорогой. Стоил он 19,95, 20 долларов. Это петличный микрофон из характеристики. Вот так вот, если вам, ребята, видно. Можете почитать. Я не особо прям силен в этой технике, но про микрофон я читал и узнавал довольно много. Я так понял, что для видеоблога вот такие микрофоны самые хорошо подходят. Давайте откроем и посмотрим, что входит в комплект и что он из себя представляет. Так, вот в таком вот мешочке. Это уже приятно. Здесь инструкция. Здесь какая-то заметка для смартфона. Написано, перед тем, как подключить микрофон к смартфону, сдвиньте и переключайте в положение OFF. Интересная инфа. На самом деле, нам пока еще рано до нее. Так, посмотрим, что внутри. Как я уже говорил, мешочек довольно приятный. Приятный, типа кожа. На самом деле, кожа-заменитель. Закрывается. Раньше, я помню, были такие вот пластмассовые коробки от них. Потому что я когда обзоры смотрел, там все в пластмассе было. Но сейчас кладут уже мешочек. И это здорово. Так, у нас в комплекте вот такой вот пакетик, в который входит много чего. Так, вот это сам микрофон. Вот это блок, куда еще батарейку, видимо, надо засовывать. И вот такой вот шнур. Шнур 6 метров. На самом деле, довольно длинный. Это с одной стороны хорошо, с другой стороны, может быть, не очень хорошо, потому что он будет болтаться. Давайте попробуем раскрутить. Вот сюда вставляется батарейка. И вот так закручивается. Блок этот металлический. Это тоже хорошо. Здесь переключатель на камеру и смартфон. Если камера, то зеленым. Если смартфон, то красное здесь. Здесь на этом блоке вот такая вот прищепочка, которая цепляется на одежду. Так, сам микрофон, что из себя представляет? Он пластмассовый. На вид довольно простенький. Штекер у этого микрофона Jack 3.5. Микрофон должен работать с компьютером, с фотоаппаратом и со смартфоном. Что в этом пакетике нам дали? Так, и первое, что мы вытащили, это такая прищепка, которая крепится к микрофону. И тогда можно будет цеплять за одежду. Давайте сразу ее прикрепим. Так, это идет вот так. И вот так сможет цеплять к одежде. Так, что дальше? Дальше идет у нас батарейка. Это, ребята, очень здорово, что в комплекте идет батарейка, потому что не надо будет искать и заказывать отдельно. Батарейку мы с вами тоже сразу засунем. Тут все хорошо понятно, плюс-минус. Вот так ее туда... Так, батарейку засунули. И смотрим, что у нас еще в комплекте. Вот такая вот накладка на микрофон. Если вы записываете на улице с сильным ветром, с такой накладкой шум ветра будет намного меньше. Одевается она легко. Накладка вещь полезная. Так, и последнее, что у нас здесь есть, это штекер Jack 6.3. В принципе, мне он особо не нужен. Но хорошо, что он есть, потому что многие, кто более профессионально этим занимается, они заказывают это отдельно или идут в магазин. Что мы знаем еще о микрофоне? То, что он имеет всестороннюю динамическую направленность. Это хорошо. И имеет конденсатный всесторонний датчик. Но, в принципе, для любителей это вообще не важно. Главное, ребята, это звук. И так, давайте проверим звук. Вот такой вот звук идет, когда я прицепил микрофон на футболку. То есть он где-то в 10 сантиметрах от лица. Оцените качество, можно даже что-нибудь спеть. Выйду ночью в поле с конем. Можно проверить, когда я его подвожу прямо к губам. Так, раз, два, три, раз, два, три. Не знаю, может быть, будет немного зашкаливать даже. И сейчас я его снова убрал примерно до 10 сантиметров. Давайте, ребята, еще раз сравним с петличкой. Без петлички. С петличкой. Без петлички. Снова с петличкой. Снова без петлички. Итак, друзья, вот такое сравнение у нас небольшое было. Из минусов я могу сказать, что здесь нету фильтра низких частот, нету виброзащиты. И, наверное, главный минус это нету нигде регулятора мощности для записи звука. Но если вспомнить, сколько оно стоит, то это становится абсолютно, мне кажется, неважно. Потому что профессиональные микрофоны намного дороже. И все, конечно, функции там будут. Но надо ли нам это? Если очень кому-то нужно работать со звуком, то есть, конечно же, программы, в которых можно чистить звук, как вы хотите. И это нетрудно сделать. Итак, мой вердикт. Петличка хорошо себя показала. Достойный товар. Я думаю, это лучший выбор в соотношении цена-качество. Тем более, на Али можно без проблем заказать, и она к вам придет. Сегодня я уже закончу видео с галимым звуком. А следующее видео буду записывать на эту петличку. Друзья, советуйте, что можно еще купить из электроники какой-нибудь реально отдельной. Мы закажем, сделаем обзор. Ссылочку на эту петличку я оставлю внизу. А на сегодня мы с вами заканчиваем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Можете поделиться этим видео с друзьями. С вами был канал Обзор Терапия. Всем пока!